ну чтож не знаю пошла ли да вроде как ну что я не знаю пошла ли ура лайф ладно я еще раз привет мы начинаем стримить близкон с вами как всегда л и дезертир немного лоханулись со временем потому что официально официально первый день близкона начнется только через час поскольку зимнее время вся европа ушла назад на один час когда составляли расписание на европейских сайтов близкона это естественно они не учли и поэтому нам придется сейчас начать стриме 21 45 по москве как мы вчера всех и предупредили да и поэтому будет весело и мы надеемся по крайней мере но как получится скажем так там скорее всего мы сейчас запустим carcraft и на пока часик поиграем по играм с вами если вы хотите или просто с вас или с вами или вместо вас или а еще может кого-нибудь позвать у нас прочниста нету в сети это очень плохо и поэтому сейчас вы пока будете смотреть на морду лысого гороши который будет оскаливаться с надписью близко он сзади кто присутствует в чате вы можете задавать нам вопросы просто общаться мы это все дело читаем все кто зарегистрирован просто вот недавно на гг вам недоступна функция общения в чате поэтому вы можете оставлять свои вопросы под описанием к видео да мы это тоже будем периодически читать правда это тоже делать нельзя не это можно делать по моему и сейчас на гг я скину в чат ссылку это место где вы можете оставлять вопросы окей в общем суть в том то что сдай ссылку еще на меня на всякий случай ну ты же можешь спокойно в чат кидать это это же тени твички это не твич это можно ну тогда сейчас запинаю всех ссылками свои знаете и я мы пока что ки будем естественно общаться с вами и сейчас я подправлю немного как это называется у меня в чате тоже смотрю четыре человека набралось причем еще до объявления ссылки а вот пока пока что наверно будем все таки стримить старик так что все все у кого есть старик то хочет с нами поиграть убить быстренько время или просто пообщаться давайте задавайте вопросы на них будем отвечать а для начала давай знаешь с чего начнем что вчера blizzard разослала журналюгам какой-то офигенный ролик про дьявол про новый риперов десол и какая-то журналистская я не буду стесняться сегодня в выражении падла слила его в интернет вот то есть то что должны были показать сегодня на близконе многие уже люди это посмотрели кто не видел не трудно найти пока там просто показали небольшую часть что какие изменения были внесены в новое дополнение диабло 3 вот да так что вот так вот ну что я могу сказать сейчас я быстро запомню еще все таки ссылки на тебя и на себя и чтобы нормально уже стримить так все готово спрашивать такой интересный вопрос работают ли европейские и американские сервера к первому старику по идее они работают blizzard никогда не выключают старые сервера пока там народ играет так что если есть лицензионные копии можешь спокойно идти и играть да 5 5 кстати ночка будет очень длинная я уже заготовил вкусняшек себе налил литр сока у меня огромная кружка такая все сижу я наверно все равно буду какое-то время отходить но все мы будем отходить мы же поскольку там будут перерывы плюс мы уже он как активно начали триндеть поэтому язык думаю быстро устанет да 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 ладно я сейчас пока параллельно вот но на тот случай если у кого то из нас падает стрим вы знаете то что там ко второму ссылки в описании переходите вроде должно все быть нормально сейчас небольшой рыбовой сбуд поскольку я делаю я заливаю анонс на youtube а он меня уже залит давно но сейчас и буквально чуть-чуть потерпеть если там рыбовой сбудая и стать единственный минус я забыл добавить на тощий не смог добавить нормально ссылки потому что у меня вообще не захотел это как это делать поэтому ссылок в видео нету но есть они в описании как я и сказал хотя те кто слушают они уже знают о том что поэтому это парадокс ну на всякий случай сейчас ну да ребята в этом же надо вот еще напишитесь пожалуйста у меня на гудгейме как вообще слышно потому что я пытаюсь сегодня стримить весь день xplit а и вот хочу узнать все таки как она получается или нет что там у тебя сейчас интересного кстати у меня я сейчас быстренько фотошопе пилю экранную заставку у меня пока близконовская заставка официально все нормально но я хочу сделать чтобы параллельно в окошке шла реклама может быть люди это увидят какие то все делаю вот чтобы как чтобы как бы не пропустить когда там все это дело начнется хотя я не знаю может это надо будет страницу обновлять ну у меня например надо просто как сделать то есть я могу маленькая кошечка сделать да то есть и поставить его прокручиваться периодически ну вот это заколебут заколебутся люди смотреть скорее всего но кстати да это может быть будет отвлекательным напишите в чате вас устраивают лысый злобный горошь или они все таки чем вы там мелькающие поставить я на всякий случай просто поставлю мелькающая думаю в принципе никто сопротив не будет если будет то я просто уберу окей так сейчас я на пару секунд замолчу чтобы заполнить ютюбовский анонс стрим на экран просто молодец причем оба чата потому что делаю потише но и причем при этом цикле и забыла попорная я вот делаю что эти шансы я я не могу сделать и в колонках и дать им людям я слышен в принципе такими конвенциями вот я выключил звук чтобы близконовцы все время не повторяли одни и те же фразы то что это точно все это станет а я не знаю зачем ты это включил а вот нет но я так как так настройка звука элла потише вот как то вот так должно быть вроде бы потише даже я его слышу тише даже меня ты слышишь так один чатик будет ли запись запись будет скорее всего я в любом случае записываю записываешь ты мой спаситель да я записываю в любом случае то есть если что я элу передам но но есть один момент если мы выложим ее на youtube не ее не зарабанят нет после саму трансляцию нельзя транслировать а ну то есть запись запись да так что давай я записываю я вообще про это забыл вот нет я записываю более но у меня она специфически получится то есть если тебе не понравится ты уж тогда не обижайся но как есть да то есть так и я наверное добавлю скрин регион вообще весь вот этот регион весь 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 как то ух ты у нас даже в чате на гудгейме появился модератор привет тебе незнакомый человек так не надо как то с этим с вами разобраться сейчас но это прикольно то есть у нас уже даже да забанили тут кого-то если на ютюбе они как хоть они на ютюбе я тоже строк баню всем раздаю его направо и налево ну да но все равно давайте где выбор качества ребят вот видите у вас там 720 написано вот там вы можете выбрать это какие качества ну не все у меня вообще у меня нельзя выбирать нет нельзя совсем-совсем нельзя совсем-совсем ты же говорил что вроде где-то там можно было выбирать обидно нельзя ну значит да значит нельзя но зато нас здесь точно не забанят хе-хе-хе-хе ну и ладно так скрин регион сейчас быстренько просто проверяю что я понаставлял тут а то так это каждый выходной реклама быстро так это удалить удалить это нам не нужно так ты меня все время отвлекаешь я никак не могу допилить анонс на ютюбе так сейчас где у меня все сохраненные вещи вот и этот человек при этом мне говорил что мол я что я не подготовился да медленный да все такое так а я вот самое смешное не могу эту картинку почему-то сместить куда-то в другое место там есть под микрофоном там да я знаю я исправить чувак чувак я в эксплите а ну удачи тебе добрый я тебе говорил записывай да твои проблемы типа я понял да там абсолютно нет никакой разницы чем пользоваться все нормально так что то я не ту картинку выбрал так что всем кто только что к нам присоединился добрый вечер поскольку европа переводит часы на час назад из-за этого получилась небольшая накладка в расписать в официальном расписании близком точка ком они время неправильно указали и поэтому сейчас нам придется триндеть целый час просто так а между тем вы можете общаться в чатике естественно в рамках приличия дать эту ссылку всем своим друзьям кто интересуется blizzard да и хочет узнать все анонсы первыми пока что я вот так сделал да пока что таки и мог бы чем-нибудь добавить а не на самом деле пока вот ну в принципе будет на широком экране то есть будет видно это на самом деле нормально сейчас я даже покажу как это в принципе будет видно заодно скажите как оно там проверяется нормально или нет будет все это работать что мне это в принципе тоже интересно но по идее вот сейчас вот то есть должно видно быть нормально то есть тут полный экран качество все как надо 720 максимально выбранное так что вроде должно все быть окей вот а я думал ты про этот говоришь про плеер гг что там можно качество выбирать не 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 я про этот ну ты понял да я понял тогда я уж удивился ну нифига себе как у тебя можно качество выбирать а у меня нет ну да 720 если ты покупаешь виртуальный билет от blizzard а если ты покупаешь у daepect tv тогда тебе там 1080 дают но он стоит там 50 долларов что ли и только на телек распространяется ну да он тебя уже кстати 111 человек смотрит ну куда так сразу улетели все в смысле улетели наоборот прилетели так и надо ты сколько сказал 111 ну у меня 306 написано да и у меня написано что у тебя 111 не смотрят именно тебя а в чате а в чате да в чате перепутал да цифры видать цифры да а вот мне интересно сколько тогда у меня там сейчас смотрят 15 в чате смотрят соответственно меньше значит ну 26 ну тоже неплохо сколько обычно меня смотрят в принципе поэтому я не парюсь хотя стоп надо оу щет оу щет сказал мне моя почта и ко мне пришла кто то ага понял ты мне понял сказал или ты еще не заглянул в скайп нет я просто сейчас чек этот сделаю вот нам наверное еще раз за день до начала близкона нам наверное еще раз придется раз 100 поздороваться со всеми добрый вечер всем всем добрый вечер всем хороший вечер вот я наверное все таки сейчас постараюсь сделать так чтобы был виден чат но почему то он совсем не хочет его показывать у нас у нас все вот то есть он захватывает только одно окно твои проблемы а а я так подсказал бы как в этом делается в абс это там пяти секундное дело а вот все я нашел угу там надо было просто ротацию поменять но чтобы он не удерживал ротацию и все было нормально ну я окошечко я заблокировал она никуда не двинется что все хорошо в этом плане и будет прокручиваться но пока я не вижу чата но зато я увижу себя тут а там горит full screen снова с нами здороваться и скорее сейчас миллион раз будет да 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 вот поэтому все потихоньку говорится идет идет и идет так что все хорошо так ну давай тогда сделаем то что мы собирались а именно все таки будем проходить наверное немножко по выриму в старике что-нибудь делать или или знаю но не знаю может в hardstone еще можно сыграть хотя не давай в старик скорее всего на сейчас вот позишем чтобы я видел у меня как бы он соседнем окне там два чата там трансляция плескона по идее все идет нормально вот люди спрашивают как мы будем все это дело сегодня транслировать вот мы в описании есть программа на точнее расписание сама вот как там написано будем все смотреть по очереди то есть в начале диабло про новое дополнение затем вовку объявит нам или расскажут что будет в следующем дополнение про старокрафт hardstone и вот в общем читайте описание там написано там все будет там все классно и будем надеяться что вам понравится часик остается вот ровно час так ну давай нам уже но и раз ты чат вывел это чё не знаю значит что мне нельзя вывести я еще до сих пор предоставляет самое смешное что чат именно как чат я не вывел но а чё ты вывел я вывел трансляцию близко на а вот это вот по повторяющуюся за разрушающих курение вот эту да еще вы все я наконец-таки открываю она он принципе кстати да там нормально видно то есть я сейчас развернул на полную и ты зря кстати говорил довольно хорошая все таки это программа да хорошая но просто удобная на самом деле если разобрали просто и в ней особо не разбирался но тут сейчас чуть-чуть так ладно так нет просто и мне полностью сейчас хватает функционала bs и не знаю зачем запутывать себя лишними настройками как страшно то стал так вот так вот чат надеюсь людям фитин этим должен записываться играя против l11 не ребята то бессмысленно да хорош я я сейчас мы с прочнистым вчера в когда когда тебя потом попозже позвали мы там конкретно особенно я туплю поэтому у тебя все есть шансы есть ты построишь свою золотую армаду ведь ты можешь меня убить промахнулся все оба чата тоже вывел здесь это делается намного проще туда я бы даже сказал на очень-очень много проще очень много проще до выглядит правда поначалу страшно но оба чата я выявил от ребят я единственное попрошу сказать как они вообще хорошо ли видно у элла лагает сильно написали прям сильно сильно да ну не знаю как бы насколько прям вот сильно сильно но сказали лагает тут уже не ко мне вопрос ты же понимаешь ага смотрите сейчас и голосовалку создам да и все нет активных голосований редактировать но вот сейчас вопрос 155 360 и залучить все отлично теперь чат они не могу передвинуть прерывается у меня все норм не мне вот именно чаты вам видны я так полагаю да вот ну насколько они хорошо видны смотреть три варианта ответов можете четвертый добавишь если у вас лаги на стриме да есть нету все окей лагает иногда чаще можно добавить не знаю что можно добавить на самом деле в данный момент я единственное что говорю то что вот у тебя сейчас спрашивают будет ли запись соответственно если да будет ли где их найти соответственно вопрос еще тоже будет ли разборы по играм которые будут устраиваться да то есть ну ты понял о чем они вот и как-то вот люди сейчас проголосовали в чатике или еще голосуют вот смотри я все голосовать не буду я думаю ты поймешь почему то что я просто этим не занимаюсь потому что у меня ну как надо все таки чтобы это все было о слушай отлично это то есть я на этом экране мо класс офигенно не удивляйтесь дезертирует эксплит установил и еще сидит и разбирается при вас да просто нет я понял что если я при этом переключаюсь на другую программу но выделенные окна у меня чисто окна выделены да то она ну продолжает работать нормально все окей поэтому офигенная программа отлично так не скайпе звонят это прям печаль беда dnd чувак так поставил иначе было все слышно и было бы еще хуже картинка стоит говорит нафига вы свои вопросы то задаете не у меня вроде бы ничего не стоит и просто как бы там еще раз могу кинуть ссылочку то есть ну пожалуйста где-то где-то моя ссылочка заветная ну или ты самый окей давай сам давай со страниц так кто-то суда гейм это ссылочка найти вот там вот проверяйте и заодно спросите скажите мне как у меня там чата все такое потому что у меня там в данный момент идет картинка постоянно видно ли все это тело вот чат появился говорят но видимо у тебя да да я его наконец-то добавил зайди посмотри какие-то из против сыщи ссылку дать вот ты ленивая она у тебя в чате даже а ну все я пошел тогда так на вопросы по записям найти записи можно будет по факту на youtube наших каналах ссылка будет в описании впоследствии то есть просто посмотрите там подписывайтесь там все будет как только выложим как говорится вот интересно я те могу модератора дать своем чате не знаю честно без понятия профайл написать лично в игнор лист так вот ссылка на мой канал вся ссылка еще на элкин канал на всякий случай просто дам если чё соответственно два канала вот здесь вот можно будет спокойно найти так подожди к секунду обращаюсь к модераторам в моем чате если вы слышите меня как можно дезертиру дать тоже права в моем чате если это вообще возможно напишите пожалуйста а то он сейчас активно ссылки кидаете сейчас как все забавит не будет ты вот ладно да сейчас я тоже заодно добавлю близкон так вот почему на официальный на официальной трансляции нельзя в новом окне открыть вот только player не знаю чувак давай мы с тобой уже что-нибудь начнем делать то 45 минут уже начинается по идее трансляция насколько я знаю и нам уже надо будет к этому все музео подготавливаться ну как ты видишь людям не скучно у нас они отчасти не скучно ну ладно хорошо тогда я ставлю старка авторскую мелодию на заднем фоне пусть люди смотрят starcraft мы пока можем почитать комментарии не знаю если есть ну да причем комментарии здесь кстати быстрее и больше чем на ю тубе обычно бывает вот в комментариях написать для можете стримить на twitch просто хочу еще пообщаться на стриме нам пропишут бан и смысл вот с качеством пониже к сожалению проблемы с учетом того что нету как я понимаю партнерской программы с гг или и вообще нету и поэтому там нет если если 400 человек активно смотрят но такие же правила как на твиче тогда понятно ну суть тогда та же самая как и с твичом как с ю тубом пока нет партнерки невозможно было понизить или выбрать качество к сожалению данной установки везде действуют но суть в том что лучше смотреть так как чем вообще никак к сожалению потому что стримить на ю тубе это получить гарантированный бан и успокоиться успокоиться да мы все-таки хотим как-то так хорошая такой вопрос вы кто и почему смотрит 500 человек мы незнакомые люди которые пришли на гг и нас смотрят 500 человек вот как-то так все очень просто знаешь что я хотел сделать определенную область начать захватывать у меня это легко делается так сейчас мы еще надо почтовый клиент отрубить в хроме а тот у меня уже зашкаливает вам говорит пришло чувак смени гороша реально горошка сменить до свини горошка людям страшно так я вообще в старкрафте нахожусь может мне куда-нибудь из старкрафта выйти не снова поставить кириган людям хотя он кириган поставлен нравится кириган трайм кириган же няшка вообще такая няшка просто нишни нее никого нету да вот на данный момент тогда она сделала даже перемещение небольшое вот сюда вот к ногам кириган что у нас близко найдет все такое а вот а из старкрафта выйду потому что смысл просто все равно не хочешь вот l поставь кота у тебя там прям спам такой стоянный сейчас людей банить начнут не без заката не надо не надо заката ладно сейчас подождите просто может люди не поймут что это такое во всех почему 500 человек смотрят на кота который обнял банилинга даром строки в шоке а че че забыли 500 человек неизвестным канал хотя подыш футурам узнаешь да ну да что-то слышал там же есть это жаба как я зовут ну да гипно жаба гипно жаба вот это как кт будет гипнотизировать суши надо определенно стримить на гудгейме тут народа почаще бы близко он бы был не причем насколько я знаю тут можно добавлять сразу ри стрим то есть будет на гудгейме и еще на нескольких сайтах сразу то есть у них вроде как внутренняя такая функция есть кому интересно включил хромикус что-то включим я сейчас посмотрю а то что я давно уже сделал да теперь я это додумался ура ты додумался только у меня близко он идет а у тебя диабло но новый ролик но они смотри там сейчас осталось сколько 50 минут и потом уже идет отметка life ну да мы будем переводить по мере возможности и тут же потом комментировать наше мнение о всем происходящее вот но вообще на самом деле я думаю что сейчас отойду скорее всего буквально там на пару секунд и минут крым чувак не покидай меня больше не надо поэтому так ладно элкин знает английский он будет переводить я буду высказывать свое мнение в основном объяснять что происходит на экранах я в принципе до этого так таким не занимался поэтому как получится но и надеюсь получится нормально кстати я тоже не судоро переводчик не судите не ждите от меня идеального перевода я скорее всего буду пересказывать то что они говорят и если мы есть постараемся да если есть на такие английского и будут потом в чате крик нет неправильно сказал я буду просто передавать суть что они сказали да почему так ладно пошел дверь открывать давай беги уже возвращайся быстрее мне страшно а пока дезертиру шоу мы продолжаем читать чат и ждать когда же начнется это грандиозное шоу кстати в 2012 году blizzard нечего было показывать и не было близкона многие люди были разочарованы потому что как бы это ежегодное мероприятие от метелица а тут вдруг игрит нет у нас никаких сюрпризов мы горит заняты были другими проектами точнее мы сфокусировались на старкрафт и на диабло поэтому мы лучше близко не будем проводить а сделаем супер классные игры ну в результат и в результате все все знают что что получилось у них сэкономив один год в чате второй стример это дезертир надо его ссылку добавить в описании к видео в это часто не спрашивали сейчас я это быстренько сделаю потому что он тоже на гг есть идет второй стрим от него может быть если вы у него будете смотреть у вас лагов не будет сейчас добавим его правда его в начале найти надо держу ты есть дезертирка ты упс так что он долго дверь открывает оставил мне тут совсем одного с вами такая тишина в чате у нас ладно сейчас добавим ссылку расписание ссылку ссылку вставить сюда и я ворвался да очень привели мне маленького пса часы у меня сейчас все будет весело и что-нибудь интересное было у нас пока я отходил нет я пытался найти твою ссылку я ее нашел я нажимаю на кнопку сохранить и если вы обновите страницу то в описании трансляции вы найдете ссылку на дезертира до который тоже параллельно стриме ты который будет страховщиком элла если у него вдруг че нибудь да если стрим отпадет да но кстати самое смешное скоро уже начнется потому что все это застыла составка не знаю как у тебя хотя застыла меня не у меня не застыла черта у меня застыла у меня не застыла ничего так я сейчас быстренько поставлю картинку уберу в этом посмотрю обновлю страничку мне у меня время идет и просто заставка близко он да та же тема еще музыка играет а у меня пока ж таки выключены это да я я волнуюсь как как не волновался еще никогда в жизни окей и у меня музыки нету почему то у меня музыка идет я даже знаю в чем дело так я наверно даже в принципе перенесу окошечко вот сюда какой-то шелест да идет в музыке что-то в этом роде и сделаю все таки вот так вот надеюсь всем видно все ладно я пока звук отключу он потому что он мне абсолютно не нужен ну пусть на фоне играет на самом деле почему нет но он меня скорее всего будет отвлекать нежели вот но меня обычно музыка не отвлекает тем более в принципе я думаю что ребятам тоже будет не так скучно то есть ты говоришь что у нас скучно не я в принципе не говорю что у нас скучно я говорю о том что по факту ой нет так он прям страшно выглядеть стал и все время его растягивает вот что у нас еще интересного можешь рассказать давай ну я сейчас читаю комментарии которые оставляют на гг и вот задали такой вопрос я правда не знаю насколько правду написано но следующее как будет именно проходить трансляцию blizzard 4 сцены на которых в одно время несколько событий на различных сценах собственно вопрос как будут транслироваться моменты когда когда события в одно время и на 2 более сцены происходит то есть хоть и вопрос запутанный но я суть в том на самом деле я думаю так что мы будем скорее всего убирать более-менее самые такие хорошие события которые могут происходить в данный момент и освещать в принципе их причем на разных каналах то есть у элла будет одно у меня будет скорее всего что то другое ну то есть чтобы мы не повторялись вот хотя не знаю может и будем примерно одинаково следовать одними тем же путями но посмотрим как это будет вот я думаю там будет ясно ближе к делу потому что еще раз повторюсь да то есть мы до этого таким не занимались мы не стримили в таком контексте да то есть поэтому мы надеемся что получится хорошо но опять же это мы надеемся но это не значит что может получиться хорошо кстати говорят что тебя плохо слышно меня где плохо слышно у меня вот я сейчас тебя прибавил поговорю еще прям совсем поговорить ну да чем-нибудь расскажи кто тебе пришел почему тебе пса дали почему мне пса дали ну потому что один хороший человек которую you ты знаешь решила взять на передержку пса и как говорится он опять будет жить у меня также как и код предыдущий а вот песик маленький носится как слон за пять минут пребывания перевернул почти все ковры в доме 6 не код да это это не код это пёс это пёс на этот раз да на этот раз это пёс а вот хотя я думаю сделать на самом деле даже знаешь как не так просто два окна влепите всех нет немножко по-другому сейчас я придумал screen регион нет не так так я сейчас пока на вопросы отвечая пока сейчас еще разберусь просто немножко с в общем давай я начинаю читать будут ли переводы по вовке но мы будем переводить сцены когда будут объявлять какие-нибудь большие анонсы скорее всего панель вопросы и ответы от зрителей разработчикам если я смогу я это переведу потому что там иногда где кто задает вопросы их разработчики сами не понимают что они имели ввиду и от и отвечают совсем в другую сторону и поэтому как получится но перевод будет всего события слышно тихо где за надеюсь сейчас он прибавит да как бы собственно что я могу прибавить то у меня в примере в принципе ничего прибавить особо не могу тут вот интересный вопрос хочу ли я warcraft 4 на движке frostbite 3 интересно и я думаю это будет тогда стратегия где играть будут только один на один потому что frostbite не знаю сможете все компьютеры мира потянуть это дело но я бы рад увидеть star warcraft 4 хотя бы на движке второго starcraft кстати говоря в интернете не знаю есть форма англоязычный знаменитый где собираются все любители кто строит моды допустим для starcraft и для warcraft и там у них был интересный топик один чувак собирал команду чтобы интегрировать компанию warcraft а третьего на движок второго starcraft и ему требовались естественно кто знает 3d max чтобы модели все эти интегрировать звуки чтобы рисовали карты люди я буду молюсь чтобы команда у них собралась и они сделали потому что на мой взгляд это будет очень прикольно и интересно по крайней мере это должно быть интересно и тогда потому что starcraft который я сейчас прохожу 1 на движке 2 мне нравится плюс его сами разработчики дорабатывают каждый раз и гляди там через какое-то время будет просто шедевр какой-то мне нравится основное название то что у тебя hardstone выбиваем герой для холтера нет ты чё ты это путаешь название самого а тут как бы канал у тебя так ну как бы не чувак ты не там наверно тусуешься я как раз то собственно как надо у тебя до сих пор горошек стоит врешь врешь нет не врут а до сих пор стоит горошек крыш в речи от и чат на ты не пугай меня тел но ты на самый верх подними где вот сервер good game out да вот над ним надпись ну под трансляциями короче у тебя в адресной строке в браузере должно быть последнее слэш 2 если у тебя там просто ldr тогда ты не на той ссылке не ну я на той ссылке раз я попал на твой стрим логично правильно нет и на общем ты на общем канале а не на они на правильном событии ну в моем случае я на собственном событии там где надо мне все написано окей все люди до сих пор пишут что тебя слышно тихо просто чувак увеличить skype я тебя увеличил фига вот смотри я тебе дал приоритет 25 общий звук у меня 20 то есть ты на на целую петюлю выше чувак поставь меня на сороковник высших я оглохну я тогда близко он не буду слышать хотя это да не так страшно ладно скоро будет церемония открытия поскорее бы она уже началась через целых тридцать четыре минуты плюс мне кажется что близарды как обычно приличная девушка будет опаздывать на 15 минут это у них такая же фигня была на 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 комиком когда они делали крендиозное открытие и представляли хардстон публики или подожди я путаю когда они ход спалом представляли в общем у них область да там у них был чуть ли не полчаса полчаса задержка на свече но надеюсь что на близко не так они не оплошают до отойду от темы не отойди далеко отойди нет нет подожди поскольку меня спросили про frostbite а это как мы знаем электроникс arts вот почему я обожаю blizzard вот они совершают ошибки они на них учатся электроникс art совершает ошибки она их тупо игнорируют потому что battlefield 3 когда он только вышел сервера ужасно лаграли людей выкидывало были глюки и там всякие баги и прочая ерунда я так скажу когда мы зашли с тобой даже вот когда панды вышли в том же blizzard 3 на я помню то что в первый раз когда я зашел на максимальных настройках и у меня ком просто молила пощадь ладно я не об этом не дал закончить мысль battlefield 4 вышел те же самые проблемы постоянно дисконнекты постоянные глюки вылеты сервера делайте выводы господа я вот я не удивлюсь если сейчас выйдет новый need for speed rival что там опять таки не сделают кнопку заглушки потому что когда там в мультиплеер играешь 8 человек в комнате и ты не можешь выключить микрофон других людей да это конечно очень печально на самом деле и ты слышишь как орут дети как матеряться разные люди на разных языках когда они на машинах переворачиваются да как не дают тебе сказать твой друг стример ни одного слова и все вы это слышите в прямом эфире ладно болтай вот на самом деле если по-честному все говорить как бы да то есть все что у нас есть скажем так из всей предоставленной информации которую мы имеем на данный момент blizzard это на не единственная компания как ты уже сам даже не раз говорил которая до сих пор выпускает обновление ко всем своим играм которые даже самые старые там все равно какие-то там иногда если находят они выпускают они поддерживают сервера старых игр на то есть и все это прочее если например брать тут же и она у них некоторые сервера старых игр уже не поддерживаются и то есть ты не сможешь например просто так взять и поиграть приходится там пользоваться хамачами и прочими другими программами чтобы связаться с тем же самым другом а вот что касается например серверов электроник артс тех же самых вспоминая sim city когда я в него зашел какой последний а в последний да и там просто во время захода я наверно час ждал чтобы зайти после чего меня выкидывала я сейчас ждал это было очень очень круто мне это так нравилось что я прям даже вот не знаю что по этому поводу еще можно сказать но просто это очень ужасно на самом деле то есть отношение даже к собственным покупателям у них очень плохое скорее даже так сказать в общем как то так это все происходит и не знаю мне это в принципе не очень нравится и я думаю что от этого надо потихоньку избавляться то есть приводить все в порядок но электроник артс и прочие подобные им фирмы этим не особо занимаются посмотрим что будет ближайшее время окей я тебя перебью давай сейчас на заднем плане слышно радио близко на да ладно да что там интересное происходит ничего абсолютно у меня радио играет близко он 2003 ну да это я тоже слышу но ничего абсолютно не происходит окей не я не знаю сейчас попробую обновить вы не бойтесь появляется сара я просто обновляю как бы плеер чтобы не запалить для некоторых представителей близко на наши чувак чувак я сейчас дальше послышь я был я сейчас обновляю сару и она обновляет layer чё чё на передачем но человек сахар км так и счастлива старом походу плата процесс км сейчас и говорят здесь делает его вопрессии погромче да кстати я вот нашел ту золотую середину и опять что избавился от нее Ну-ка, скажи что-нибудь. Ну, сказал что-нибудь, и у меня нормально слышно или плохо слышно? Да, сейчас тебе скажут. Слышно, отлично. Или там, да чувак, тебя как не было слышно, так и не слышно. Я пока что-таки лазаю по фейсбуку, и здесь Blizzard активно троллит, что BlizzCon уже начался. Хотя целых ещё полчаса до него. Плюс новая игра. Hero of Storm. Тоже на фейсбуке появились некоторые герои, допустим. Точнее, это не было секретом, кто там будет. Но вот здесь, допустим, стоит вот такой вот интересный человек. Сейчас он, видно его, Диабло держит BlizzCon. Вот. Всё. Убираем его опять из кадра. Кого? Кого-кого? Слона полосатого? Чувак, ты опять тысячелистик. Я сок пьёшь, я же тебе сказал. Сок пьёшь, ну ладно. Но, конечно, то, что здесь есть модераторы, которые сами следят за чатом, это же прям аж меня в шок выгнало после того, что мы на ютубе видели и прочее. Не, ну, Гудгейм площадка, она развита, модераторы там всегда есть. Не, ну я не спорю, да, то есть, вот, пожалуйста, только сообщение там появилось, у тебя ссылка на что-то и пошло сразу. Интересно, а моя ссылка осталась живая? Нет, твоя-то осталась, просто, просто я не знаю. Если новые модераторы пришли, такой человек, как Дезертир, если будет что-то кидать в чат, не банти его, он свой. Короче, этот парниша слоид. Не, я бы тебя добавил в модераторы, чтобы тебя видно было. Но я не знаю, и мне не хотят говорить. Я не знаю, как. Вот, но у них, я так смотрю, тоже не особо много, на самом деле, что происходит, пока только на радио. Они периодически там говорят, да, ну, я... А, нет, всё, вот, появилась главная панель, чё-то ты врёшь, что-то, если на панель переключишь... Сейчас я обновлю. В таком случае. Значит, всё-таки появилась. Да, если ты переключишь наверху, близко панель, и всё там будет отлично. Ага, то есть мы... Мы радио там послушаем. Чувак, причём на eSports слышно её громче, кстати. Вот, да. Короче, переключи там, где значок Старкрафта, это самый хороший звук. Да, звук лучше. Вот серьёзно, какой-то. Ну да, не, подожди. Видишь, как ты. Хорошо, ну, Blizzard всегда получает большие новости здесь. И, конечно, beyond just a panel, we have an epic two days broadcast coverage for you guys. Человек рассказывает, что два дня будет Blizzard, и будут всё нам показывать и рассказывать. Говорит, не забудьте переключаться между своими панелями, которые у вас есть, что часть BlizzCon, она бесплатна, допустим, eSport, он бесплатный, так что кто хочет слушать на английском, переходите и слушайте. Если у вас есть твиттер, вы можете задать вопрос напрямую, его могут тоже прочитать разработчики, если посчитать, что он достаточно интересен. И сейчас ничего особого мы от этих двух замечательных людей, скорее всего, интересного не услышим. Сейчас заявляют, что закрытие концерта будет Blink 182, закрывать его, потому что каждый BlizzCon закрывает какая-нибудь офигенная группа, которая нравится в первую очередь самим Blizzard и, естественно, фанатам некоторым. Но, к сожалению, мы это не будем транслировать. Блин, он это не будет транслировать, а я это буду транслировать. Транслировать. Вот, ну там тем более, что будет в основном видео, только по этому. Так что вот так вот. Я пока убавлю сейчас в чём. Добавлю, знаете что? Напишите, нужно ли чат-кно в томом близко, в томом близко новской трансляции. И, кстати, вот ты меня не на правильную дорогу направил. Чувак, сделай потише сам звук. И, кстати, ребят, скажите, у меня как звук? То есть тоже тише или кромче, потому что я пока не вижу, чтобы у меня какие-то комментарии, ребята, аута были. Видимо, всё нормально, но... В общем, я получил много «нет», и чатик не добавится в окошко. Будем смотреть нормальную картинку про неправильную дорожку от тебя. И спортс вкладка, она бесплатна, и на ней будут транслироваться, естественно, сражения. По Старкрафту 2, да. Но на данный момент здесь самый хороший звук, поэтому я поставил... Поэтому ты молодец, и пока посмотрим. Я сейчас заодно проверю другие вкладки «Испортс». И там то же самое. Там то же самое, но в «Испортс плюс» там идёт звук, почему у меня, например, только с правой стороны. На «Испортс», который просто второй там идёт. Кстати, сейчас идёт объявление «Чё будет». Да, «Чё будет» — первые 45 минут — это будет церемония по открытию Близкона. Затем нам скажут про «Вовку», что же ждёт нас дальше. Затем «Хардстоун». И что ждёт дальше про него, далее «Диабло», новая часть, и, соответственно, покажут нам все вкусные плюшки, которые там будут. И открытие ещё героев. Да, «Heroes of the Storm» — это, напомню, мод для «Старкрафта 2». Он будет абсолютно бесплатен, то есть, если у вас нет лицензии на «Старкрафт 2», вы можете зарегистрировать пробную версию аккаунта и спокойно будете играть в «Hero of the Storm». Да. Бесплатно. Скорее всего, там будет какой-нибудь донат, но про это сами Близзард говорили, когда они ещё хотели назвать этот проект просто «Дотом». Ну, может, нам сейчас что-то побольше расскажут. Вот. Вот уже мне написали, где перевод, но пока же таки переводы не будут. То, что говорят эти «Дои» людей, поскольку они повторяют сейчас уставку. Да, ну-ка, они как бы обсуждают в основном самое-самое начало, что, в принципе, может быть на Близзконе, что покажут, да, то есть, что интересно. И как таковой информации о самом Близзконе, точнее, о играх, которые там будут представлены, на самом деле, они пока не говорят, поэтому смысла переводить особо нет. Ну, по крайней мере, на моих взглядах, скажу так. Да. Сейчас я будем чуть-чуть перемену. Короче, нам показывают главный зал, где состоится открытие Близзкона. Также вы видите, сколько минут осталось до начала. Вон там много людей махают своими ручками. Народу много. Кстати, Blizzard, как обычно, поставила рекорд по продажам Близзконовских настоящих билетов на шоу. Они были распроданы там буквально за три минуты. Ну да. И вот такая вот ерунда. И вот у нас сейчас будет небольшое интервью с Майком. Это президент и основатель компании Blizzard. Давайте послушаем, какие вопросы будете задавать. И заодно услышим перевод. Он говорит, привет, седьмой Близзкон. Есть ли какие-нибудь различия? Ну и стандартный ответ от Майка, что говорит, у нас каждый год все больше и больше мы представляем игр. Все каждый раз приходит больше фанатов. Мы этому рады очень, что нас любят фанаты. Мы рады, что мы можем проводить такие ивенты огромные. И второй вопрос был, волнуетесь ли вы и что вот в данный момент для вас самое главное? На чем вы сфокусированы? Ну естественно, Майк сказал, для меня, как президенту, самое волнительное это как всегда открывать Близзкон, потому что это он всегда делает. И что он сейчас именно вот там сконцентрирован, все свое внимание. Это очень трудно выбрать, я просто смотрю на какие-то хорошие игры. Отлично. Так, сейчас, вы, наверное, спрашиваете много фанатов, когда вы через конвенционный центр. Что, говорит, у вас было самой запоминающейся в прошлых Близзконах, когда вы его вели? И он сейчас рассказывает историю, когда на одном из Близзконов он увидел дочку с папой и, говорит, дочка была маленькая, она посмотрела на него, на Майка и узнала его как основателя данной кампании. И была очень рада встрече. Ну и ведущая, как обычно, повторяется, говорит, ну что ж, мы все взволнованы и тоже, как и вы, зрители, ждем с нетерпением, когда же откроется Близзкон 2013. Да, вот примерно так оно и будет проходить. Будем стараться переводить, насколько это возможно. Переводить, скорее всего, будет у Снава Майлкин, потому что у меня со знанием языка, к сожалению, не так хорошо. То есть я понимать могу, перевести навряд ли. Но вот у меня тоже проблемы, чувак. Я сейчас все понимал, но я не могу сконцентрироваться, что переводить. А вот. Тем более там надо, как бы, они же говорят постоянно, поэтому надо как-то пытаться заполнить, что они сказали, плюс потом это перевести и успеть вставить до того, как он начал опять говорить, и поэтому это довольно сложно. Сейчас они про Хартстоун говорят. Хартстоун. Хартстоун. Это как ты проявляешься. Все будет правильно. Да. Ну, ё-моё, у меня слетело кое-что. Что такое? Так, вижу, да-да-да, вижу. А ты бы взял, кстати, чатик, так же, как я поставил. Так, вот смотри, чё-то они у нас там проворал. Сейчас мы начнем с 3.30 п.м. с геймдиректором интервью, с дизайнером. Да, в общем, еще один директор, и остальные 3 дизайнера будут сейчас интервью тоже с ними, видимо. Я называю 2 п.м. Я называю 2 п.м. в комьюнити активно обсуждала 2 патента, которые были найдены в интернете. Это Dark Below и помоги мне, какой второй был. Честно, не помню. Честно, не помню. Честно, не помню. Ты говорил, тебе надо было Xclit'ом стримить? Так, мне, во-первых, сейчас надо вернуть половинку на монитор, чтобы мне половину показалось. Да, я вижу, у тебя троллинг пошел. Ребят, ну если что, переходите как бы на второй канал, здесь идет, в принципе, то же самое. По Hearthstone будет, опять же, с техническим дизайнером и главным дизайнером, насколько я понимаю, английский, да, то есть... Вот. Короче, я сейчас перезапущу полную страницу. Ну, как я уже сказал, да, то есть если что... Солдан хоть опять залайл. Если что, жду вот здесь вот на какой-то момент, поэтому все окей. Пока Elkin перезагружает, я вас, как говорится, переманиваю, да? Переманиваю к себе, да. Собака, конечно, проблематично, но я постараюсь выключать микрофон, когда она будет лаять, но... Как бы так. Итак, что у нас здесь? Я это еще не успел. А, все, понял, я вернулся, извиняйте, пацаны. Тем не менее, я успел часть народа переманить туда. Хороший ты человек. Так, надеюсь, больше таких заменок не будет. Так, давайте я быстренько повторю, что говорили про Hearthstone. Последние новости, что сейчас Blizzard активно тестируют на iPad'ах версию, ну и на Android'ах, естественно, то есть на таблетках. Про дополнение к самой Diablo. Они напомнили, что одновременно выйдет дополнение на ПК и на PlayStation 4 и Xbox One. И они сейчас просто раскрывают всю программу и рассказывают, что вот конкретно будет в каждой секции про ту или иную игру. Вот показывают, как это перевести, не знаю. Я вот тоже не знаю, но, насколько я понимаю, ProWolf будет после начала, соответственно, через 2 часа. То есть, ну, насколько я понимаю. То есть, просто у тебя был там вопрос про то, когда это начнется. По Европе это начнется в 21.30, соответственно, у нас через 2 часа. Так, пойду успокою собаку. Не убивай их, чувак. Так, это все новое новое для всех нас. Потому что это новая версия игры. Хорошо. Ну, я очень интересно. И это будет играть прямо перед нами на сцене. Я не могу ждать, чтобы посмотреть это. Но много интересного в этом игре. И он никак не может дождаться, когда же выпустит героев. Давайте я буду Hero of the Storm называть просто героями. Чтобы каждый раз это длинное название не произносить. И он сам хочет посмотреть. Поиграть тоже не терпится. Ну, мне кажется, так же, как и всем нам. Мы ждем с нетерпением, когда же это все отдастся нам, чтобы мы это все могли тестировать. И вот после героев у нас будет, как говорят, ведущий конкурс костюмов. И они тем самым рассказали нам про первый день Близкона. Если кто не знает, будет 2 дня этого замечательного мероприятия. Так что, все, кто сегодня с нами, не забудьте...